Алло, Галина, доброе утро. Доброе утро. Будьте добры, Машенька, и все остальные, здоровья вам. Я немножко волнуюсь, дело в том, что я у вас купила прибор 1 ноября. У меня очень много серьезных было, и операции тоже на сердце, и давление, и... В общем, много всего чего, и я долго думала, и, наконец-то, когда приобрела этот прибор, вот сейчас я себя чувствую очень хорошо, я похудела на 5 килограмм. Я, значит, сердце у меня теперь даже, ну, хорошо. Ну, надо же, не думала, что так буду волноваться. Ну, успокойся. Теперь, значит, и желудок стал хорошо работать. Спать я стала хорошо. Вот это вот просто вот наглядно, вот, то, что есть на самом деле. И я, ну, не то, что призываю, пусть здесь люди пробуют. Я тоже сомневалась, и мне многие говорили, что ты зачем-то это вот занимаешься вот этой ерундой. Ну, это абсолютно не ерунда. Поэтому, да, одышка у меня была очень сильная. Ну, это вот с сердцем связано. Ну, много чего. Ноги, вот, просто носки мочуясь в целлофан с ногами, проблема. В общем, вот это все уже вот эти проблемы, которые действительно очень серьезные. Они отпали. А главное, вы знаете, интересно то, что, ну, теперь бегом просто вот. Такое желание, как будто тебя кто-то подгоняет. Чувство полета даже вот ощущается. И я считаю, что это только вода. Вот это вот просто я вот на себе вот это вот пережила. И то, что вот я чувствую. Хочется передать людям, чтобы они вот, ну, пробовали на самом деле. Не хочется долго вас, как говорится, ну, загружать, потому что еще там люди звонят много. А у нас уже звоночек. Само утро, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Машенька, это звонит Гунар из Ялгавы. С 13-го года, в декабре 13-го года мы купили аппарат. Он сразу как-то не шел. Ну, Петрович Андрей тогда был, он поменял. И вы знаете, и до сих пор хорошо работает аппарат. Так что люди думают, вот, там сломаются и меняют. Все меняют их, и потом хорошо работает. Ну, да, это если, конечно, какой-то брак заводской получился, как в вашем, наверное, случае, то обязательно поменяем, или если что-то по нашей причине, гарантия на приборе есть. Ну, да, и он тогда подарил еще очиститель воздуха. Ну, хорошо. Тогда подарил уже это. Как довольный воздухом-то. Ну, и сам я тоже уже не молодой. Ну, и всякие болячки есть. Желудка, так же самое. С давлением мучался. И тоже давление нормализовалось. Не надо... А так я каждый день пил специальные таблетки от давления. Сейчас я не пью их. Только воду. Очень хорошо. И жена пользуется водой для рассады. Вот сейчас помидоры там и огурцы. Ну, рассада. Тоже поливает. Очень хорошо идет. Ну, ничего, что я хочу сказать. Пусть только не думают люди, что я купленный там или подкупленный, что вот специально. Я нет. Я вообще только первый раз звоню за полтора года к вам. Как-то стеснялся в свое время звонить вам. О себе рассказать. И еще раньше, вот поставлю, когда в декабре купил, ну, потом поменяли, поставил мне чашечки для кота. Одну с крана налил, одну оттуда. Нет, не хочет с-под крана. Вот ему дай это. И так до сих пор он пьет только эту воду. Ну, животное не обманешь. Да, и так, и самое насморка влечим, и ожоги. Вообще, очень хорошо. Ну, в общем, вы довольны, Гонор? Я очень довольна. И дочки уже купили Англии тоже. Они тоже внук там пользуются водой. У нас еще один звонок. Успеем принять, наверное. Доброе утро. Доброе утро. Я хотела просто рассказать, что я пью уже 10 месяцев. И только вот с 9 месяца у меня стало падать давление. И при том, за этот месяц мне пришлось, ну, мы меняли лекарства на давление. Я 20 лет уже пью лекарства давления, у меня 30 лет диабет. А давление, мне осталась только 1,4 часть от тех таблеток, которые я пила все эти 20 лет. Это очень хорошо. Я за это время похудела на 6 килограмм, что не могла сделать вообще годами. Потому что диабетику вообще очень сложно похудеть. И, в принципе, очень нам всем нравится, и мы все пьем очень хорошо. И отеков у меня нет больше вообще. Я диабетик, в принципе, с 1986 года сразу после Чернобыля. Так что эту дату забыть нельзя. Где-то в течение полугода был моментально страшный диабет и сразу на инсулине. Так что большое спасибо за воду. У нас вообще очень много человек, 10 пьют эту воду, и все-все очень довольны. Детям очень нравится. И хочу рассказать, что у меня получилось так, что мы 2 недели были недоступны с этой водой. И не напиться этой водой, которая простая вода. И сейчас вот я уже неделю дома. У меня, по-моему, единственное, что есть на столе, это вода. Потому что просто такое ощущение, что действительно у меня дома родник горный. Так что большое спасибо. Как вас зовут? Лайма. Еще один звонок у нас. Доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас. Машенька. Да. Я хочу поделиться своим впечатлением после того, как я удалила зуб в понедельник. Были праздники, и я не смогла в субботу, в понедельник я пошла. Удалила зуб. И за эти 2 дня образовался большой флюс. И я пришла после удаления домой. Вы знаете, дикая боль. Что я сделала? Я сделала кислотную водичку, 3-3. И стала полоскать рот. Облегчение такое получила. Ранка затянулась сразу. И опухоль с десны сошла. И потом я сделала компресс еще на щеку, потому что она тоже опухшая была вся. И я первый раз за целые 3 дня уснула так хорошо. И советую всем, кто имеет несчастье удалять зубы, чтобы делали такую процедуру. Очень облегчает, снимает. И буквально за несколько часов затянулась ранка. И, ну, такое облегчение это не передать. Я еле-еле из поликлиники дошла домой. Не помню, как земля под ногами крутилась вверх-вниз. Так что пусть люди знают, что кислотная водичка очень помогает вот в таких вот бедах. Нужно использовать ее. И очень хорошо помогает. Я это уже на себе проверила. Так что никого там не слушаю, ничего. Очень хорошо. Это Люда вам звонила, которая живет на Тейке. Так что я очень благодарна. Дай бог вам. Людмила, а действие живой воды как-то удалось ощутить на себе? Да, но я все время употребляю сейчас эту живую воду. И тоже очень хорошо. Довольно. Желудок работает нормально. Ну, давление упало немножко. Рожа не повторяется. Уже, слава богу, не сглазить. Еще, ну, с августа месяца я как купила прибор. И, слава богу, у меня прожила я зиму. И вот уже весна. И меня ни разу не повторилось. И нога не опухшая. Так что я так довольна. Я вам передать не могу. Просто, ну, не знаю. У нас звонок. Доброе утро. Доброе утро. Это Людмила звонит. Да, Людмила. Я купила прибор уже больше года, да. И я скажу, что она действительно помогает. У моей кошечки был высохший глаз. Ну, травмированный. Я ее такую подобрала на помойке. И вот я и капала все время слезой. Которая искусственную слезу делает. И у нее глаз заблестел. Вот уже больше года я ей ничем не капаю. Глаз у нее не высыхает. И давление понижается. Моя знакомая купила прибор. На второй день почувствовала, что давление у нее в норму приходит. Потому что человек состоит из воды. И если вода хорошая, то и здоровье у человека хорошее. Я считаю, что вода очень важный фактор в жизни человека играет. Так же, как и воздух. Ну, естественно, мысли это на первом месте. Положительные эмоции и мысли. Людмила, а вы себя как чувствуете? Год уже употребляете эту воду? Больше года. Я очень хорошо себя чувствую. У меня много энергии появилось. Перестала болеть в правом подреберье и в левом. У меня была повышенная кислотность. И я оживаю. Не зря она называется живой. Человек от нее оживает. Ну, а вы анализы, да, сдавали, когда у вас обнаружили повышенную кислотность? Да, да. Я сдавала анализы. Еще у меня тут полип пропал. Делала УЗИ. Вот ничего не делала, только воду пила. И пропала? Пропала. А что врачи говорят? Да я еще пока к врачу не ходила. А, только на УЗИ ходила. А, на УЗИ сказали. А спросить можно? Людмила, скажите, пожалуйста, а ваш муж употребляет эту водичку? Нет, потому что мы в разводе. Вот так. Извините, пожалуйста. Так что, Людмила, мы можем сейчас еще и программу «Давай поженимся» объединить с нашей и найти вам достойного здорового мужика. Да, здоровых, да. Я люблю фитнес, бассейн и положительные эмоции, да. В общем, Людмила, вы довольны? Да, я очень довольна. У меня очень многие люди купили, а ну, может, человек 25-30 стабильно купили. О, ничего себе, у вас... Всем я. Вы наше такое сарафанное радио. Да, да, я очень многое. Ну, это на самом деле так и есть. Большинство наших покупателей, это уже тех, кто действительно убедились не на примере, вот даже тех, кто дозванивается в эфир, что-то говорит. Ну, мол, я этих людей-то, собственно, и не знаю, говорит человек. Чего им верить? Может, это актеры проплачены. Ну, если ты конкретно знаешь человека, которому помогло, ты видишь, ну, собственно, на него внешне смотришь, видишь, как он меняется, и он тебе показывает, вот помнишь, было, а теперь и нету. Вот это, конечно же, работает лучше всего, это лучшее доказательство. Поэтому доверяй, но проверяй. Лучше проверить на себе, можете проверить на тещи, можете проверить на супруге, с которым, собственно, в разводе. Доброе утро. Здравствуйте, Машенька. Я хочу вас поблагодарить за вашу доброту, отдыхчилость, и еще рассказать о приборе. Мы с мужем купили, наверное, почти из первых этот прибор. Мы очень довольны. Как вы и говорили, он действительно панацея от всего. Для хорошего настроения, для растений, цветов, я имею в виду, для мытья окон, полов. У меня страшная была аллергия, высыпала не зная от чего. И я мертвой водой, не принимая никакие лекарства, в течение двух дней избавилась от страшнейшей аллергии. Целый год, мы ее больше года пьем, мы ни разу не болели. И другую воду вообще не представляем, что такое другая вода. Хотя у нас дома стоят фильтры, и можно было бы пить. Все мы замачиваем теперь. И вот мясное, и овощи все. В общем, все, все, все. Спасибо вам большое, Андрею и вам. Неский поклон в эти праздничные дни. Вы делаете благое, делай, продолжайте, пожалуйста. Всего вам доброго. Всего доброго. Спасибо и вам. А как вас зовут, скажите? Людмила меня зовут. Людмила. Ну, ты подтвердите, что мы вам не платили за этот звонок? Нет. Нет. Я уже звонила раза четыре, наверное, или пять. Я звонила Андрею, когда вот у меня аллергия. Это я просто на передачу сюда уже опоздала. Звонила домой. Нет, нет, ни в коем разе. У меня друзья уже приобрели этот прибор и тоже очень довольны. Так что никакой подставы здесь нет, сто процентов. Это честная, честная игра. Забота о нашем здоровье. Вот так правильно бы я сформировала свою фразу. Я вот хотела спросить. Вы вот за год, говорите, ни разу не болели, но даже с насморком, что ли, не сталкивались? И даже с насморком. У меня немножечко горло садится, немножечко. Я мертвая водичка. Она у меня всегда в ванной стоит, в баночке каждый раз, когда я делаю живую, я туда ее сливаю. Я два-три разочком пополоскала, выпила два-три глоточка и все. Вот честное, честное, честное слово вам говорю. Так что все правда. И никакой подставы нет. Делали мы и серебряную водичку, тоже делили с друзьями. То есть у меня мама в возрасте, она 80-80 с лишним лет, она не верит в это. Но мы не стараемся ее заставить, чтобы она верила. Каждый ведь выбирает свой путь сам. Нам нравится, нам подходит. И другой воды, не представляю, чтобы можно было пить. Никакие бутылки больше не покупаем. Я даже на работу беру с собой. В течение дня я еще выпиваю целый литр. Чего никогда вообще в жизни не делала. Очень мало пила раньше на работе воды. А теперь мне вот как наркоману хочется ее. И действительно вкусная, полезная вода.